Как работать с программистом? Для того, чтобы реализовать проект, нужно объединение многих усилий. Но если это образовательный проект, то объединение человека, который обладает know-how, знает, как преподавать, и также нужен человек, который знает, как делать интернет-проекты. Сочетать в себе две вещи очень сложно. Хотя бы потому, что программисты интроверты, а те, кто работают с публикой, экстраверты. Давайте посмотрим на то, как мыслит программист, и какие могут быть сложности при общении с ним, и как можно сэкономить на работе с программистами. Программисты мысляют техническими заданиями, сокращенно называется ТЗ. Идеал для программиста – это по ходу выполнения программы не менять техническое задание. И только после того, как техническое задание выполнено, только после этого вносить изменения какие-то в программу. Конечно, этого не происходит. Как только программист покажет промежуточный вариант своей программы, сразу заказчик захочет что-либо изменить. Это кошмар, может быть, для программиста. А что делать, если изначально технического задания нет? Ну, во-первых, техническое задание в понимании заказчика и в понимании программиста – это разные вещи. Я не могу представить себе, что же понимает под этим делом заказчик, но программист понимает формы, события, файлы, запросы, структура каталогов, базы данных. Конечно, в этих терминах заказчик никак не мыслит. И здесь между программистом и заказчиком лежит просто пропасть. Если у заказчика нету опыта в программировании или в постановке задачи, то тогда прежде всего нужно сделать пилотный проект. Я здесь мыслю с той точки зрения, что когда делается какой-либо продукт, то тогда сначала проходят научные исследования, потом делается научный эксперимент, потом опытные образецы и так далее, и так далее. Так вот, с работой с программистом мы проходим те же самые этапы. И когда системы нету, то тогда, конечно же, нужно сделать эксперимент, чтобы понять, пощупать эту штуку в руках и понять, как же она должна работать. И при этом мы отходим от постановки таких понятий, как техническое задание, и переходим в итерационный процесс. И это налагает определенные обязательства как на заказчика, так и на программиста. То есть программист должен быть в онлайне, он должен будет постоянно происходить отладочный процесс, заказчик должен говорить, правильно он понимает или неправильно, и потихоньку эти изменения будут вноситься в файл. При этом, конечно же, трудозатраты на программирование как таковое будут увеличены. После того, как эксперимент будет готов, опытный образец, то это значит, что после этого можно будет формулировать техническое задание. Например, была сделана программа на JavaScript, которая позволяет делать какой-то учебный процесс. После этого программист уже, тот, который делал онлайн-проект, может написать уже техническое задание человеку, который будет писать программу под Android. При этом он сможет описать, уже квалифицированным языком описать формы, он может описать формат данных, протоколы, по которым будет общаться сервер и программа и так далее. Как можно сэкономить на программисте? Прежде всего, это изучить функционал, хотя бы на уровне ликбеза, то, на чем работает сам программист. Но сейчас это следующая связка. Это JavaScript, JS, HTML, CSS, CSS, PHP. Достаточно курсов по этим всем вещам. И можно по ходу пьесы, пока программист и ваш исполнитель работают над вашим проектом, просить у него задавать какие-то учебные задания, чтобы вы смогли разобраться. В принципе, для того, чтобы программа худо-бедно начала работать, вам, чтобы вы научились самостоятельно программировать, вам нужно отработать работу на события по мышкой, потом события клавиатуры, вот вывод, допустим, воспроизведение звука, запись звука, воспроизведение видео, потом работа с сервером, допустим, это для JavaScript, это AJAX. Все это можно довольно-таки быстро пройти, если вы прошли ликбез по какому-то курсу и потом, используя своего исполнителя, добить свои пробелы. Сколько это будет стоить? Есть куча, есть множество бесплатных курсов, а также, в принципе, можно за тысячи три, тысячи четыре, пять рублей, имею в виду, найти курсы и пройти их. Еще одна тонкость. Программиста нужно брать такого, который уже имеет наработки. в нужной вам области. Вполне возможно, что он придет с шаблонами какими-то, он, возможно, придет с какими-то редакторами, допустим, редакторами уровней, редакторами, которые позволяют работать с пользователями и так далее. Для чего это нужно? Представление программе у заказчика и исполнителя может быть разным. И существуют стандарты. Ну, допустим, экран уровней по стандартам должен находиться на одном экране. После того, как уже ученик кликает на какой-то пункт, то тогда он переходит на второй экран. Заказчик может настаивать на том, чтобы эти два экрана были объединены, но это, откровенно говоря, идет против мейнстрима, и вполне возможно, что программист возмутится и попробует настоять на своем, все-таки перейти в лаконичную форму. То есть программист должен уже обладать каким-то опытом в производстве проектов и смог бы подсказать, какие наиболее лаконичные шаги и лаконичные вещи можно было бы сделать в производимом проекте. Какие проблемы могут быть при общении с программистами? Ну, тут я должен сказать, что программисты – это интроверты, а если они не создают такое впечатление, то это переделанные интроверты, поскольку все-таки работа с программами, с программами и с клавиатурой – это такая область, где человек, куда идут нелюдимые люди. И проблемы могут возникнуть уже тогда, когда один программист работает с другим программистом. Допустим, программист, который делает онлайн-сервис, и тот, который делает программу, допустим, на андроиде. И у того, и у другого могут быть ошибки. Эти ошибки должны быть как-то отлаживаться. Но одна из самых больших проблем – это согласовать режим работы этих двух людей. Потому что и договориться каким-то образом, чтобы они встречались и обменивались данными. Часто они не понимают и имеют взрывной характер тот и другой, и заказчику придется каким-то образом урегулировать эти трения или иметь модератора или администратора, который руководит обеими программистами. Давайте рассмотрим такую вещь, как квалификация программиста. И знания, какие-то знания в дополнительных областях. Особенно это относится к таким специализированным вещам, как, допустим, бухгалтерское программное обеспечение. Тогда сам исполнитель и те люди, которые работают над проектом, конечно же, должны понимать, что такое план счетов, что такое 41 счет, 10, какие бывают затраты, какие налоги. И хотя бы чуть-чуть представлять, какие проводки должны происходить в том или ином случае. Если это как раз ваш случай, то, конечно, нужно подбирать исполнителя, который имеет опыт и понимает ту теорию, которую вы будете перекладывать в онлайн. Давайте еще раз пробежимся по пунктам, как можно сэкономить на исполнительных программистах. Первый пункт, это очевидно, это найти прототип. И его допиливать. Еще лучше, если этот прототип будет с открытым кодом. Тогда можно посмотреть окошки, как они устроены. И сказать, что здесь делать точно так же, только вот изменения такие-то. Это самый очевидный вариант. Второй пункт, как можно сэкономить на программировании, это обучиться самостоятельно. Пройти ликбез по JavaScript, CSS, может быть по PHP и понимать, как нужно, как устроены базы данных. Каждый курс примерно стоит около 3000 рублей, а может быть и бесплатно. В заключении я должен сказать, что я работаю как человек, который запускает собственные сервисы образовательные, а также я работаю как фрилансер-программист, который делает на JavaScript программы PHP и связки CSS и HTML. Это значит, что я могу без предварительной постановки технического задания начать работать. И мало того, что поскольку я имею опыт запуска интернет-проектов, то тогда могу дать консультацию по сбору семантического ядра, по оптимизации ваших проектов и рассказать или внедрить свой опыт по внедрению онлайн-сервиса. Если у вас возникли вопросы по реализации ваших идей в интернете, прошу обращаться ко мне. Спасибо. Спасибо.